Ты хочешь, чтобы я всем рассказала, что у тебя спит? Если ты так любишь Палому, тебе нужно сделать полное обследование. Заткни свой поганый рот. Ты слышишь меня? Я раздавлю тебя, как жабу. Клянусь, я убью тебя. А цыгане никогда не клянутся попусту. Никогда я убью тебя. Ты поняла меня? Это правда, что ты выходишь замуж за цыгана? Да. Я рада. Ты не представляешь, как я рада. С каких это пор он стал для тебя так дорог? С нашей помолвки. Ты разве не знаешь, что Стива и я скоро поженимся? Дура. Вот дура. Не беспокойся, бабушка. Я знаю, что мне надо делать. Ты знаешь? Я сделаю все анализы. Я уверен, они будут отрицательными. Но если они будут положительными... Не будь идиотом. Конечно, все будет в порядке. У тебя же ничего нет. В любом случае, молчи. Это будет наша тайна. Я не собираюсь кричать об этом на каждом углу. Наконец ты понял, что Севинка не должна ничего заподозрить. Ничего. Могу я узнать, что не должна заподозрить моя внучка? Что? Что за который listening? Что за кто? Это не страшно. Как не Pla OL. Tsи. Это нет. Что за быть н hogy. Что за человеком? Вас друг везда? По. ES vez gottaAPP. Наконец я Jason. Как buradan Asking пожил в небной川�, Детятельный и войну, он зато Senior. Наконец-ли. Казал-лай. Казал-казал-казал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, хватит. Не надо объяснений. Я всегда молил Бога, чтобы мы были вместе. Только это. И Он это сделал. Сделал для меня. Он отдал тебе мои руки. Я была сегодня у Хуакина. И что? Там я узнала нечто важное. Что? Эверия, ну что же ты молчишь? Все это, все это очень сложно, Арсиеро. Так сложно. Я узнала, что Хуакин не любит свою жену. Он уже давно любит другую женщину. Представляешь? Да. Я знаю. Знаю, нелепая ситуация. Все это дурно пахнет. Но ведь это нужно как-то обсудить. Правда? Да, нужно, но не сейчас, не сегодня. До свидания, Веле. Арсиеро, пожалуйста. Прошу тебя. Прошу тебя, Веле, не сейчас. Арсиерито. До свидания, Веле. Конечно, тебе было не до этого. Ты абсолютно не прав. Прошу тебя, Норма, не мути воду. Ты не хочешь ссориться с Арсиерой из-за моего агентства. И даже больше. Ты, похоже, только и ждешь, чтобы я обанкротился. Да, какой же я дурак. Ведь ты же хочешь этого. Правда? Хочешь? Я не знаю, о чем ты говоришь, Хулиан. Все ты прекрасно знаешь. Я уверен, что ты, Арсиера и твоя сестра сговорились, чтобы уничтожить меня. Любовь моя, ты напрасно теряешь время с этим агентством. Тебе надо заняться издательством. В нем твое будущее. Наше будущее. Я был прав. Но эта гадюка не добьется своего. Куда ты? Запомни, твоя сестре со мной не справится. Дату? Какую дату? Дату нашей свадьбы. Обычно молодые сами договариваются о дне свадьбы. Иначе получится, что у тебя будет своя свадьба, а у меня своя. Да, ты прав. Я просто задумалась. И все-таки, когда? Я... Я не знаю, решай сам. Нет, нет. Надо решать вместе. Тогда решим завтра. Обещаешь? Хорошо. Завтра я приду за ответом. И... В парадной форме. Ты мне так нравишься. Ты такой... Красивый. Очень красивый. Сивинка, не заставляй меня окраснеть. Правда? Ты мечта о любой женщине? Нет. Я хочу, чтобы только одна мечтала обо мне. Знаешь, кто? Ну, ладно. Я пошел. Завтра увидимся. Да, увидимся. Я буду ждать ответа. До завтра. Это ланьяна. Это ланьяна. Да. Идиотка. Из твоих уст это просто комплимент. Я же вижу, ты хочешь развалить мое агентство. Аргуэсо, ты это серьезно? Конечно. Только не зови меня Аргуэсо. Тебе это неприятно? Очень. Хорошо. Теперь я буду звать тебя только Аргуэсо. А по поводу агентства, я не думаю, чтобы ты был настолько наивен, чтобы поверил в это. Ты о чем? Я не собираюсь тебя разорять. Наоборот, я хочу тебя спасти. Но не из личной симпатии, а потому что ты муж моей сестры. Подожди, подожди минуту. Ты хочешь меня спасти, но от чего? От пропасти. Под тобой рубят сук, Аргуэсо. И рубят умилая. Субтитры подогнал «Симон» 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 Дело в том, что около недели назад меня вызвал Арсиеру и предложил работу в издательстве в обмен на одну услугу. Эта услуга, как потом я узнала, заключалась в том, чтобы выкинуть тебя из агентства и отдать агентству Арсиеру и доходы ему в карман. Вот подлеца. Но самое худшее для меня, это то, что моя сестра, она замешана в этом. Да, я это тоже подозревал. Ее поддерживает Арсиеру, они сговорились. Но она делает это не из-за денег и не из-за вредности. Она просто ревнует тебя к этим моделям, вот и все. Да мне плевать, почему она это делает. Главное, что она предала меня. Я с тобой согласна. Они сговорились, чтобы тебя уничтожить. А я просто инструмент в их руках. Они поплатятся за это, клянусь, они еще пожалеют. Молчи. Прошу тебя, Карина, на тебе же лица нет. Я вижу все симптомы. Я в порядке, все нормально, оставь меня. А почему бы тебе не поплакать? Ты ждешь, пока я уйду? Успокойся. Ну, давай. Рассказывай. Расскажи мне. Стива не может жениться на Паломе и ни на ком другом, пока не обследуется. Пока не обследуется? Я знаю, что он хороший человек, хороший. Но я не хочу, чтобы он меня ненавидел за то, что я сделала. Карина, он правда неплохой парень. Зачем ему тебя ненавидеть? Но почему он не может жениться? В чем дело? Он уже женат? Нет. Нет. Дело в том, что он переспал с Дорой, и у него, может быть, спит. Понимаешь? Но ведь... Спасибо. Палома, спасибо тебе за все, что ты мне рассказала. Ну, что ты? Я ничего не сделала. Нет. Ты предупредила меня, и теперь я могу защититься. Может быть, я смогу помочь тебе по-другому? Как по-другому? Ну, я пока не знаю. Дай мне время. Я что-нибудь придумаю. Я рад, что ты переживаешь за меня. Но все это имеет отношение не только ко мне. Я ненавижу предательство. Они хотят ударить тебя в спину. Пока. Подожди. Да. Я хочу тебя спросить. Даю тебе 10 секунд. Хорошо. Ты правда хочешь выйти за этого цыгана? Да. Почему? Потому что он мужчина моей мечты. Финк? Я хочу тебя спросить. Я хочу тебя спросить. Я хочу тебя спросить. Я хочу тебя спросить. Наконец-то. Извини, папа, у меня не зазвонил будильник. Да нет, он зазвонил, но ты его швырнула об стену, я и слышал. Я все еще сплю. Ладно, пошли уже поздно. Карина, подожди, мне надо поговорить с тобой, я отвезу тебя. Я поеду с папой. Ну что, ты не капризничай, мне очень надо поговорить с тобой. Ладно, не буду вмеживаться в отношении брата и сестры. Оставайся, Карина. Раз ты остаешься, я скажу тебе то, что хотел сказать по дороге. Что? Вчера вечером Коля приходил за тобой. Привет, Руди, проходи. Извини, я бегу, я опаздываю. Поспала. Хорошо. Ты не представляешь, как я рада, что ты поправился. Все-таки Бог есть, правда? Руда, ты тоже так думаешь? Что с тобой? Палома, почему ты выходишь за Стиву? Ведь ты его не любишь. Нет, нет, это неприлично, задавать такие вопросы по утрам. Ответь, пожалуйста. Руди, я не хочу об этом говорить. Я хочу ответить. А я нет. По какому праву ты вмешиваешься в мою жизнь? Только за этим ты меня пригласил? Ну ладно, ладно. Я хотел тебя успокоить. Нам надо было поговорить наедине. Ты прав. Сейчас мне гораздо легче. Ну и отлично. Но никому ни слова про секрет Стивы. А я пока отведу его на обследование. Дай Бог, чтобы все обошлось. Ай, Карина, скорее всего, он не заразился. Невероятно, чтобы за один раз... За один раз? Адриано, что ты говоришь? И за один раз можно заразиться. Ты меня удивляешь, ведь ты же врач. Ты разве забыл, как легко передается СПИД? Если Стива не пользовался презервативом, он запросто мог заболеть. Поэтому ему нельзя жениться. Еще кофе, сеньор? Нет, спасибо. А вы, сеньора Хильда, хотите еще кофе? Надо понимать, что нет. Мими, налей мне кофе, я спешу. И бабушке тоже. Палома, почему ты не сядешь, не попьешь спокойно? Ты и так уже похудела. Я опаздываю, бабушка. А что случилось? Я забыла свою сумочку. Дурак. Я? Да. Я сказала, что ты дурак. Кто же еще? А почему я дурак? Потому что она едет туда же, куда и ты. Почему бы тебе не подвезти ее? Я тебя подвезу. Меня подвезет мой жених. Спасибо. Ну, прошу тебя, поговори с Хоакином. Что? Я серьезно. Ты что, я вернусь? Нет, нет. Это просто женское любопытство. Интересно, что это за ведьма, с которой он связался? Хорошо. Я постараюсь это выяснить. Но потом не удивляйся. Ты о чем-то догадываешься, Арсиера? Немного. Но больше не спрашивай, я не хочу ошибиться. Дай мне время убедиться. Зачем ты пригласил меня сюда? Могу я узнать? Конечно. Все, этот фарс закончился, Норма. Окончательно. О чем ты говоришь? Я устал быть куклой, с которой ты играешь, когда тебе скучно. Послушай, Панчо, не устраивай сцен. На меня можешь больше не рассчитывать. И что? Мы больше не друзья. Я не могу всю жизнь зависеть от твоих прихотей. Прощай. Ты с ума сошел. Я хотел, чтобы было смешно. А помнишь, какое лицо было у этого чиновника, когда он спросил, на какое число назначить свадьбу, а ты ответил, что мы пришли не жениться, а разводиться. Да, но и уроженец у него было. У тебя тоже был забавный вид. Ты все сделала замечательно. Тебе понравилось? Когда я предложила дату свадьбы, я боялась, что ты будешь против. Знаешь, я хочу тебе сказать. Я самый счастливый человек на свете, Севинка. Благодаря тебе. Только не преувеличивай. Нет, нет. Я самый счастливый. Не знаю, счастливый ты или нет, но ты большой фантазер. И самый благодарный. И самый элегантный. Невероятно, как ты изменился. В этом костюме ты совсем другой человек. Ошибаешься, ведь одежда меняет не мужчину, а женщину. Ко мне это не относится. Это твоя заслуга. Ты сам выбираешь свою судьбу. Я ее уже выбрал. Я хочу быть твоим мужем. Твое желание исполнится очень скоро. Теперь и правда скоро. Нам надо выбирать свидетелей. Это необходимо сделать. Свидетельница уже есть. Кто? Ну как это кто? Митра. Она будет на седьмом небе, входя с тобой под руку в церковь. Ты права, но я надо уговорить, чтобы не вышла цыганская свадьба. Ну это не проблема. Проблема, кто будет свидетелем. Да, свидетеля. Я. Я буду. По кретину я еще не встречал. Какой же из тебя свидетель? Стива, успокойся. Кулиан, ты понимаешь, о чем ты просишь? Почему ты спрашиваешь? Потому что у тебя могут быть проблемы с моей сестрой. Извините меня. Мне плевать, что она скажет. А мне нет. Ты должен с ней считаться. Мне надоело с ней ссориться. Мне можно сказать? Понятно. Пусть тебя это не волнует. Я сам этим займусь. Хватит. Мне можно сказать? Я ведь жених, и у меня есть полное право. Или нет? Да, конечно. Извини, Стива. Ну, а как ты считаешь? Хотя я уже догадываюсь. Ты же знаешь, как я его ненавижу. Да, я знаю, но дело в том, что это единственный мужчина среди моих родственников. И хоть он мне не нравится, я должна буду подумать. Как это единственный мужчина? А Арсиера? Но он не мой родственник. Так же, как и он. Ошибаешься. Ведь он женат на моей сестре и приходится мне шурином. Но, если ты против, можно сделать по-другому. Можно заменить свидетельницу. Ты думаешь, Митра согласится уступить это место Хильде? А свидетель обязательно должен быть из родни? Обязательно. Свидетелем должен быть родственник. Ну, если он есть, конечно. У меня есть бабушка, сестра и шурин. Поэтому Хулиан единственный мужчина. Извините, вы еще долго? Заткнись. Закрой дверь и замолчи. Спокойно, спокойно. Продолжайте. Продолжай. Да. Я бы хотела, чтобы это был кто-то из родственников. Но, если тебе не нравится, то хорошо. Нет проблем. Но тогда ты настоящий эгоист по отношению ко мне. Прошу тебя. Хулиан. Стива и я считаем, что ты нам не подходишь. Ошибаешься. Извини, вы ошибаетесь. Ты была свидетельницей на моей свадьбе, а теперь ты выходишь замуж, и я обязан тебе помочь. Вот и все. Это очевидно? Нет, нет, нет. Ты хочешь влезть туда, куда тебе не полагается. Ошибаешься, если так думаешь. Это именно мое место. Ну, уж нет. Самое подходящее место для тебя – это кладбище. Стива, не заводись, пожалуйста. Хулиан. Я, то есть Стива и я, благодарим тебя за предложение и обещаем, что мы подумаем. Что там еще думать? Как хотите. Пошли, Стива. Ты в своем уме? Иди сюда, иди. Нет, ты не женишься. Ты не должен этого делать. Стива, нельзя быть таким ревнивым. Это же глупость предлагать этому типу быть свидетелем. Жених выбирает свидетельницу, а невеста свидетеля, и ты не можешь против этого возражать. Если я захочу выбрать свидетелем папу Карла, ты будешь вынужден согласиться. Хорошо. Если ты выбираешь папу Карла, я согласен. Но этого типа ни за что. Нет. Стива. Что? Чего ты боишься? Всего. Я боюсь всего. Адриан, пожалуйста, скажи мне, кто та женщина, в которую он влюблен? Пусть мне будет больно, пусть, но я должна знать. Барбара, тебе ведь не больно, а досадно. И потом я даже не знаю, о ком идет речь. Отлично. Ты не знаешь. Нет. А я знаю, кто мне может сказать. А мне наплевать, что я только начал работать. Ты сказала, что нам надо поговорить. Я же не могу ждать до вечера. А мне не все равно. Ты никогда не зависела от начальника, это совсем другое дело. Когда ты был шофером, ты был свободен, но сейчас все по-другому. Сейчас ты должен понять, что нельзя так просто взять и уйти с работы. Хорошо. Тогда говори быстрее, а то меня точно уволят, если будешь тянуть. Не старайся казаться умнее, чем ты есть. Стива, я хотела тебе сказать, что нельзя все время жить в страхе. Хулиан Аргуэса. Вот кто мне внушает страх. Только он и больше никто. Я не буду спать спокойно, пока ты не станешь моей женой. И даже тогда. Извини. Этого я тебе не позволю. Я принадлежу только одному мужчине. Заруби ты себе на носу. Вот это меня и беспокоит. Ты никогда не была моей. И потом... Ради Бога. Хватит ревновать, Стива. Я уже сказала тебе, что Хулиан меня не интересует. Если я выйду за тебя замуж, я буду с тобой всю жизнь. А Хулиан не больше, чем муж моей сестры. Поверь мне. Только так. Руди, да, тетя. Иди сюда, нам надо поговорить. Это срочно. У меня куча дел. Ну какие? Мне надо упаковать мои костюмы. Как? Как упаковать костюмы? Ты что, уезжаешь? Нет. Я хочу изменить стиль жизни. Теперь, когда я поправился, я попросил отца дать мне работу в издательстве. Я хочу, чтобы все было по-прежнему. Ну о чем ты говоришь? И даже хочу добиваться любви Паломы. Да, тетя. Я этого не делал раньше, так как считал, что ей нельзя жить с человеком без будущего. Теперь у меня вся жизнь впереди. И я хочу взять от жизни все. Я очень рада, что ты так думаешь. И какие у тебя планы. И все же ты не забываешь, что тебе нужно себя беречь, мой дорогой. Тетя, тебе я говорил, Адриано? Что? О том, что в ближайшие два года может быть рецидив. Да, я это знаю. Поэтому сейчас нельзя говорить о полном выздоровлении. Но послушай меня. Теперь я не собираюсь сдаваться. Я выиграл битву, и теперь буду бороться, чтобы выиграть еще одну. Думаю, ты не пошла на поводу у этого цыгана. Я должен быть твоим свидетелем. Знаешь что? Я хотела согласиться на твое предложение. Оно мне показалось искренним. Но теперь я вижу, что ошиблась. Ты просто лицемер. Что? Если хочешь быть подругой битвы, лучше пожаловать к твоему сестре. Он мне это скажет. Нет, мадам, сеньора Сваровски не звонила. Странно. Она сейчас здесь не позвонила. А ведь были такие подруги с матерью. Так проверяется, как она нужна. Да, вы права, Видео. Кстати, о вашей матери, сеньора. Продолжают поступать соболезнования. Я храню их в библиотеке. Мне их можно убрать, или вы ответите на них? Наверное, будет лучше ответить. Правда? Да. Мне совсем не до этого. Но я постараюсь. Я не хочу, чтобы ты называл Стефу цыганом. У тебя это так презрительно звучит, что просто режет слух. Извини, привычка. Мне надо привыкнуть к тому, что он будет твоим мужем. Приношу свои извинения. Хорошо. Я тебя прощаю. Но ты все-таки не хочешь, чтобы я был твоим свидетелем, да? Мне надо подумать. О чем подумать? Дай мне шанс отблагодарить тебя за то, что ты предупредила меня о планах Арсиера. Я это сделала не ради твоей благодарности, а чтобы ты смог защитить себя. Я благодарен тебе, ведь ты рисковала. А теперь пришла моя очередь рисковать. Ведь придется поссориться с нормой. Что ты скажешь? Мне нужно еще время, Хулиан. И еще мне надо, чтобы Стива согласился на это. Мне придется его уговорить. Хорошо. И когда будет свадьба? Через две недели. Так скоро? А зачем тянуть? Мы любим друг друга, А когда любишь, хочется быть вместе как можно скорее. А lift на другом кухне. Просто тепло. Продолжение следует. st